Утро на телеканале Россия продолжает вести Чувашия в студии Екатерина Данилова. Здравствуйте на календаре пятница 17 сентября. Наша республика готова к выборам у депутатов Госдумы России Госсовет Чувашии. Сегодня в 8 утра заработают 1108 избирательных участков. Все три дня выборов на участках круглосуточно будут работать камеры. Изображения выведут на видеостену в Центре общественного наблюдения в Театре оперы и балета. Те учреждения образования, в которых расположены избирательные участки, в эти дни перейдут на дистанционный режим работы. Однако избиратели могут проголосовать и на дому. Для этого до 19 сентября нужно обратиться в УИК по месту регистрации или оставить заявку на портале госуслуги. А тот, кто будет отсутствовать в городе в дни выборов, может воспользоваться услугой «Мобильный избиратель». Следите за ходом выборов и в новостных блоках телеканала «Россия-1» и «Россия-24», а также «Радио России» и «Вести-ФМ». Журналисты гостелерадиокомпании «Чувашия» будут работать на избирательных участках и в прямом эфире расскажут о самом интересном на двух языках – русском и чувашском. А пока к другим темам. Еще один благотворительный проект реализовала Чебоксарская ГЭС, подарив детскому саду номер 44 «Поляночка», что в городе Спутники – площадку для обучения дошкольников правилам безопасности. Из 850 воспитанников детского сада 74 – ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Для таких особенных детей гидроэнергетики провели практическое занятие по электробезопасности. На специальном стенде ребят познакомились с простыми, но очень важными правилами обращения с электричеством в быту и на улице. Педагоги детского сада делятся. Они уже запланировали встречи с сотрудниками МЧС ГИБДД, чтобы детки смогли наглядно познакомиться с этими профессиями. Ведь здесь, на площадке, для этого есть все необходимое. Тематические стенды, дорожки с разметкой, пешеходными переходами, светофорами и знаками. Каждую пятницу мы показываем в нашем эфире фото и видео народных корреспондентов. Что же интересного жителям Чувашии удалось запечатлеть на этой неделе? Вслед за кабанами в Чебоксары пришли лоси. Семейство заметили на улице Богдана Хмельницкого. По словам очевидца, сахатый самка и детеныши не испугались его восторженных возгласов. Животные спокойно стояли и с неудоумением смотрели на человека. Чуть плотнее, чем сельдь в бочке – так назвали это видео в одной из соцсетей. Чебоксарские маршрутки переполнены, однако давка не мешает некоторым пассажирам подраться за место в общественном транспорте. ЧП произошло 14 сентября в 41-й маршрутке. Пассажиры пытались разнять дерущихся, но тоже попали под горячую руку. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова